Сильнее. Давай с тобой порепетируем. Как тебе кажется, на этой карте сильнее кто? Энс или Форз? Ну, игра покажет. Если не на этой карте, то на следующей, да? Да, Форзы были сильнее, конечно, номер пассии. Выглядит круто, подготовленный, я полностью согласен. Ну, а вдруг сейчас как-то забудут эту первую карту, там Санпайус начнет попадать, все, что движется, там Форз начнут исполнять. Не, ну, 65% я почему-то не знаю на Форз, конечно. Дам здесь чисто очень понравились они на первой карте, и как-то на морали они могут доиграть. Ну, смотрим, в атаке Форзы. Очень быстрая пробежка такая под Б-плент. Через милл сплит на Б будет, вообще с четырех сторон заходят на точку Б, если коннектор там сейчас подключится, но ему в спину стреляют, и, да, немножко Джерри тут задергался, когда уже подключался к этой атаке. В итоге ставится бомба, но защита в большинстве, таком уверенном, пять в три. Да, бомбу поставили, здорово, но как ее охранять? Теперь, когда на тебя со всех углов лезут и особо-то ныкаться негде, ретейк должен быть довольно-таки простым в такой ситуации, да, потому что точек, откуда ты можешь помайнсить, пострелять, не так много. Ну что, 65% все еще даешь, или вот после... Пусть сейчас антифорс выиграю, тогда посмотрим, как там Криштиан будет кричать. Не, ну классно все, тут вообще без каких-либо вариантов, круто, классный раунд, классный ретейк, чисто на стрельбу, но там вот, там сразу Джерри уже все посыпалось. Он бы, конечно, напряг коннектор, как раз там очень много игроков было защиты, и остальным тиммейтам было бы попроще там выйти, но мне кажется, прям слишком сильно закрутили этот раунд форс, становилось все-таки более компактно, там втроем через этот музей уже вылетать. Да, Джерри коннектор, там один мейн. Ну, это уже будет в следующий раз, пока что нужно отыграть мощный форс. Тут уже агрессия пошла сразу, уже в втором раунде, ну и сразу по щам получил и один, и второй, причем, да, оба килла от крада, плюс девайсы тут подъехали, Смоук, конечно, накинул дыха, ну что будет, этот Смоук играть, но он третий уже здесь падает. Слушай, тут минус 3 на B, можно спокойненько выходить. Мейден дропнулся, да, и будет сейчас в коннекторе, Джерри готов его встречать. Да, здесь вплотную 2 в 5, бомба уже подходит к B-пленту. Куда там Джерри вообще убежал, там что-то другое смотреть, там тиммейты справятся, да, то ему надо... Просто держи. К бомбе не подпустить. Да, бомба поставилась, а пойдут вообще 2 в 5? Так как-то не хочется. Да вообще не хочется, я тебе скажу, ноль желания идти туда, да и как-то не планируют. Да и Мэтт уже понимает, что он сейчас пойдет по этой длине, там по воде гулять, его зажмут, ему надо как-то будет убивать соперников, главное, чтобы там никто не спрыгнул, никто не обошел спину, ну, вроде спину там Санпаю смотрит, поэтому вроде комбо выглядит нормально, но вот-вот, пожалуйста, пистолетку выиграли и потом сразу раунд в ноль. Все-таки да, бомба решает за атаку. Зря кричал, собственно. Столько эмоций и сил вложил в этот крик. Пистолетный раунд? Да-да-да, казалось бы. Не, ну что-то пока вот на данный момент матча выглядит, что Энс ну вообще как-то то ли не собрались, я там сегодня фотки видел в инстаграме. А где сейчас Роналду играет? Ой, забыл название клуба. Как он там агент? Ну, сейчас начинал он кричать еще в реале, а закончил уже. В том месте играет час. Ну, по финансам, я думаю, у него все прекрасно, не так прекрасно, как у Форс после этого раунда с поставленной бомбой. Мне кажется, он еще хочет через годик еще поиграть где-то в топ-клубе. Думаешь? Да, что-то подсказывает, что это еще не конец. Хотя посмотрим, мы уже на футбол тут перешли, да. Ну и пока смотрим за крадом. Так, он уже видит игрока за колонной. Сейчас гранатка, да, может прилететь, он отойдет от нее. Уже понял, что что-то тут не так. Это флешка, не хаешечка. Ну что, тройка на бэ в центре играет Сенпайус. Ну, опять же, две эмки, два диглав, 5-7. Очень мало гранат. Здесь, конечно, более развязаны руки у атаки команды Форс. Уже тут начинают закрывать хилпу с маком. Татмэд пока что подстроился под этот дым. Ну и, судя по всему, у нас вообще там мидл плюс аплент готовится. Но давайте посмотрим. Возможно, я ошибаюсь. И будет что-то другое. Джерри там играет под коннектором против Нерца. И, возможно, в Снепе будет, да, уже пошел Молотов. Выгоняет он их из этого домика. И пошел мидл под смок, под Молотов. Также потихонечку двигается вперед. Плюс уже несколько игроков на банане. Туда же, возможно, пойдет и бомб. Да вообще, 4 банан, мидл, шалфей. И начинается выход против Дыхи и Санпайуса. Шалфей здесь ждут. Выйти, наверное, не получится. Прям мид. В смоках, Дыха. Санпайус все-таки забирает шалфея. Да, задавили. Тут встречает, на самом деле, нормально Джерри. В девятке еще стоит Дыха. Все это время тут за смочком. Да, ну, опять же, 3 пистолета в этом ретейке. Надо подбирать пушки. Снепи забирает Галил. Окей, все-таки будет еще рубиться. Но есть инфа по Джерри, но тут еще смог. И все, тут уже можно убегать Снепи. Будет сейвить, да, девайс свой убегать отсюда. Второй раунд для фарзов. Опять с поставленной бомбой. Денюшки. Сыпятся. Что Снепи ждет, если вдруг кто будет отступать, попробовать подбить еще. Но нет. Нет, бомба сейчас взорвется. Ну, слушай, уверенные раунды. На самом деле, еще и довольно быстрые, без этого халда. Потому что обещали мне сейчас на этих кухонных разговорах о том, что будет прям вот совсем посиделки, там выходы на 20 секунд и так далее. Но нет. Пока бодрые такие, быстрые раунды, да. И, ну, конечно, может быть, дальше уже на оружейных. Там помедленнее пойдет игра. Но пока все равно все очень уверены для форз. Тут они и сторону выбирали, да, на выборе Энс. Ну, с другой стороны, там Энс может так же набирать кучу раундов за атаку. Пока на данный момент только 2-1. И попытка вот забрать третий раунд от форз. Ну, такая уверенная, потому что там только пистолеты и один заселенный Галил. И пока что аккуратный дефолт. Мейн издалека смотрит крат. В центре играет Шалфей. Вот банан разве что-то сейчас может пострадать. Ресолт, но он с фармилкой, поэтому... Дыха. Перестрелял. Шалфей. И что пройдет на стычку дальше? А тут крат перестреливает Мейдена. Джерри. По-моему, справа игрока. Возможно, он там заметил... Поджим крат. Не зачекал, да. Не ожидал, что Снэпи уже тут вплотную. Дыха. Погибает. Сейчас бомба там в спину. Санпайус выходит с длины. Что он ждет? Что ждет? Он знает местоположение. Да, Джерри перестрелял. Просто по звуку контролил. Хедшот тут по Шалфею залетает. Он перестреливает Нерца по итогу. И снова 3 в 1 должен ставиться Пленк. Ну, все. Снэпи сможет сейвить Аук. Что там у него еще? Дым есть. Так побежит. Сейчас займет он. Вот здесь, наверное, и все. Можно остановиться. Ну, можно там чуть вперед пройти. Но там надо будет налево-направо смотреть. Да, вообще зажимается тут на тачечку. Окей. 3-1 за Форз. Вторая карта. Начало вновь за Форзами. Ну, и посмотрим, сколько в итоге вообще они возьмут раунду. Здесь за атаку в первой половине. Ну, мы знаем, что атака здесь может доминировать. Играть круто. Ну, опять же, карта новая. Постоянно ждем, что защита проапгрейдится. Научится каким-то новым трюкам. Ну, тяжко здесь, на самом деле. Ты смотришь на Б-Плент, например. Обороняться там весьма непросто. Ну, непросто. Да и, с другой стороны, атаковать тоже непросто. Но тебя вот как на Инферно все-таки могут растягивать. И тут самая главная проблема. И это как на Инферно-Б. Там даже в меньшинстве его, в теории, можно там иногда прорывать с мидлом. Ну, как там пока. Да, атака здесь выглядит явно поинтереснее на новой карте. Но посмотрим все-таки. Вот все агрессивнее и агрессивнее придумают раунды. Там некоторые команды могут уже и побольше брать в защите. Ну, и смотрим. Вроде бы что-то подобное. Да, там Крад прошел в нычку. Перед Б-Пленте в мейне. Прикрывал там его Зорта с Авиком. Ну, и Зорта уже переключается пока что. Он молик даже накинул там в мидл. Ну, Джерри вообще каждый раунд. Канекер душит. Пошли флешки Смоук. Нерд заходит. Перестрелял его здесь Джерри. Он сразу зашел сюда под молотом. Флешка уже была. Снэпи отыграл, но пол хп потерял. При этом, в принципе, нормально для атаки. Ты больше пространства себе находишь на карте. Посвободнее сейчас, да. Территория Анубиса 4 в 4 уже все-таки сложнее. Там в защите нужно где-то рисковать. Ну, и плюс биты там Снэпи. Это тоже еще может зарешать. Ну, и куча времени пока что есть у атаки. Он полез Снэпи в коннектор. Все-таки на инфу здесь мы видим Ресолт за углом. Там десант с моста. Планируется агрессия от команды Энс. Они понимают, что в меньшинстве тут что-то делать будет опасно. И сейчас дропнется, возможно, Мэтт вниз. Нет, он просто пушит за ними. И это шикарный мув. Да не будут, они тут его не ждут. Он сейчас соберет их в спину нескольких, точно. И там еще и Снэпи забрал. Давай одного хотя бы соберем. Да, инфа пошла. Хэдшот. Станавливает эту Аркаду в спину. Должен попадать Снайпер. Так и есть. Поймал на страйфе. Ну, и вот тут все-таки поинтереснее среагировала оборона. Очень классно. Успели продавить этот мидл. Ну, и за счет этого выиграли раунд. Второй для себя ребята из Энс. Что там по деньгам? Деньги есть у фарзов. Ну, вот что 100% здесь, друзья? Надо было сказать вначале. Но все-таки мы все понимаем, что здесь будет гораздо больше раундов, чем на оверпасе сыграно. Ну, это факт. Потому что очень как-то жестко там все произошло с командой Энс. Они проиграли 3-12 в защите. Ну, и потом их просто допинали. Но очень быстро. Во второй половине. Позор-то остается своим девайсом. Выбить его не получилось. 3-2. Да. Ну, АВП засейвили. Деньги на бой есть. Дыха. Все еще, по-моему, недоволен. Да, у него как-то, не знаю, кто-то или обидел, или он что-то предлагает, его не слушают. А то, что он предлагал, возможно, бы сработал. Ну, я не знаю. Главное, чтобы он не вздыхал после каждой смерти. Здоровится. Короче, не идет сегодня игра. Пожелаем удачи только. Когда кого-то убили. Это худшее, что можно услышать в этот момент. Когда кто-то выдыхает просто. Типа, понятно. Слился. Ну, что ж. Важный оружейный раунд. За экономику тут драка. Особенно для защиты. Тут одного раунда явно выигранного недостаточного. Ну, что вам. Девайсы есть. Это уже, конечно, хорошо. Киты присутствуют. Арморчики, гранатки. И ждут сплит на А. Сейчас Энс. Дополнительный мы видим второй опорник на точке А плюс игрок, который контролирует центр карты. Вообще тройка засела сейчас на Аплэнд. Отдают мидл. Конечно, в таком моменте круто играть сплит через центр на Б. Но это, если вы прям идеально знаете, что вот именно третий там ушел прям вглубь точки, а не в хлпе находятся. Это нам-то, конечно, все видно. Ну, с раундом угадали на 100% А, Фэнс. Идет сплит на А. Джерри там отвлекает пока что. Коннектор накинул молотов. И под это все просто уходит. Все, сейчас начинается раскидка, по идее. По идее, да. И центр. Снайпер. Снайпер. Примет. Да, попадает. Зорты в это время забирают дыху. Пошел Смоук. Отрезают. Идет Аркадий. Хороший. Еще один минус по Джерри. Шалфей принимает хлпу. Ну и... Разворот, да. Разворот. Разворот. Да, решили то, что А ломать уже неинтересно. И стягиваются втроем под Б. Ну и Зорты очищает плент. Можно попытаться поставить. Тем временем отсекают просто хлпу. Можно сэвить, да. Там в Контровском респауне сидит игрок. Шалфей. Поэтому там вообще не пройти. Он что-то подозревает, да. Он просто гуляет по пляжу. Чилит. Остается Сан Пайус на своей точке. Ну, свою точку он защитил. Да, 2 кила сделал, но... Навик сохранил. Но раунд все равно проигран. Нельзя плавать. Нельзя плавать, да. Что, Мэйдон? Надо было какую-то акулу там еще сделать. Кстати, как вариант, да. Чтобы плавник иногда там торчал. И можно было плавать. Но ты умирал сразу. Типа... Кто их норит знак, да. Таблички нет, как бы ты идешь нырять. Все, это мы в следующий патчноут вносим, собственно. Но это уже мы в следующем сурсе выпустим. Да, и ракету вернем на нюк. Туда, на бэш, чтобы там подсаживаться можно. И на инфернатор. Да, еще одну крышу сделаем для атаки. А на нюке выберем второй люк и дырку в будке. Вернем? Да, конечно. Все окей. Итак, 4-2. Форс продолжают. Все-таки уверенно атаковать. Сейв ОВП Эмки для Энс. Очередной 2К Форс. Ну, давайте смотреть за Сан Пайусом. Он в мидле с ОВП. Мэтт идет на Б-плэнд с Эмкой. Пока что там под мейном стоит на своей позиции. Аой, Банан. Сразу начали играть. И Дыха вслепую просто отвешивает с дегла. Забирает калаш. Ну, и уже третий девайс на руках у защиты. Все-таки раунд будет очень даже интересный. Пошел искать. Подсадка будет против Сан Пайуса. Подсадка пошла. Все, отошел. Ну, на Банан зашел. Ресолт увидел, что девайс забрали. Вимфу дал. Молик увидел. Снова аркада. Угол занял. Как же они любят здесь поджимать? Ну, знаешь, многие команды даже этого не делают. И сидят вот слепую, без инфы до конца. Такие раунды большинстве проигрывают. Это очень крутой мув. Можно будет... Во втором раунде поджали в самом начале. И отдали раунд. Кайфлэш. Здесь выход. У Дыха. Пиха. С девайсом уже. Не проблема, да. Все равно. Еще шалфей тут срезает хелпу. И в итоге ситуация у нас 2 в 2. Правильно? Да. Да-да-да. Там блочить будет крат. В центре ставится бомба. Так, кратко перекрывает. На банан пошел вообще Мэтт играть. С Эмкой вторым армором. А его тиммейт с Калашом. Да, но без арморчика. Вот он выходит. Нердс его сейчас может крат. За чеком. И выстрел с ВП. Да. 5-2. 5-2. По счет. Нормальная флешка. Нормальная флешка, да. Флешка против Сан Пайуса реально крутая была вообще. Без каких-либо вопросов там. Жестко. Ведь это тупо засевил раунд. Почему он не стоял там по дефолту за колонной. Тиммейт не стоял близко под углом. Тут уже вопрос. Могли так доигрывать. Но решили. Чуть-чуть хитрее Саградиенс. Но вот если бы Дыха второй минус бы сделал, то может быть и получилось. Ну и так в этом раунде он 2 дал. Уже хватит. Но нужен был еще третий. Как-то так. Ну продолжается пока что у нас крутая игра за атаку от команды Force. Да, там пару раундов есть у Enns. Но этого явно может быть недостаточно в теории. Хотя тут было и 14-1 и камбэк. Мы такое увидели уже. Поэтому просто наслаждаемся игрой команд на этой карте. Да, никто не вылетает из этой пары. Поэтому битва не насмерть. Просто посев. Более хороший у победителя. Может стоит... В доте у нас это называется не показывает заготовки. Можно лузать все что угодно в любом количестве. Просто не палишь страты. КС и такой уже не работает. Не работает уже. Я думаю, может чуть не работает сейчас. Конечно, можем спросить наших аналитиков. Но мне кажется, уже не особо. Так, сэнпай, зорты. Размен в мидле. Тут остается Мэтт. На него сейчас могут, да, дальше продолжать атаки. Джерри Крад отлетает. Но размен есть на месте все. Размены отличные пока что у Фарзов. Там пошел выход на коннекторе. Да ладно, тут уже Ресолт не дострелял немного по дыхе. И вот он поджимчик. Смотрим. Он реально неожиданный может быть. Но с другой стороны может быть ужасный тайминг. Сейчас там развернется Джерри. Он ждет с мейна пуш. То, что там с воды пришли. Там уже прошли. Вот начинает. Но все равно за мейн больше боится. Так, все, зашел там вроде на ворота. Что дальше давить будет? У него, кстати, 0-6. Хочется счет как-то распечатать. Хотя бы в затылок. Да, уже хотя бы первый сделать. Уже начинаешь немножко выдыхать. И что будет делать атака? Может через респаун, чтобы в девятку кто-то прошел. Есть 40 секунд. Это нормальный вариант. Но хотят все-таки доигрывать, видимо, вдвоем. Знают, что здесь был за колонной битый дыха. И видят, что к нему на помощь вроде никто не пришел. Хотя вот там смотрят туда под 9 больше. Отвлекаются на эту позицию. Потому что неужели так все просто? И дыха там остается за колонной. Да, все, спалили. Изи. Все, бомба 2 в 2 ситуация. Изорта с авиком. Сейчас на авик нарвется, смотри. А, нет, авик в другом месте. Все равно тяжело. Флешка есть у Зорта. Еще дым есть у защиты. Еще стоит на колонне. Да, открылся. В городе в одиночестве снэпи. Снэпи решил найти. Нердс 0-7. Агент, собственно, появляется у нас на карте. Да, будем следить за нердсом. Мне кажется, за ним и так пристальный взгляд весьма сейчас у всех. И тиммейты посматривают периодически в таб. Дойдет ли до конца половины с этим нулем? Ну, он хороший стрелок, конечно. Это просто какая-то серия неудачных моментов для него. И вот она вторая карта. Пока, ну, опять же, я не знаю, чего ожидать. Во второй половине пока обычные вещи. Мы видим, атака очень хорошо играет. Да, ломает эту непростую защиту команды Энса. Они тут на самом деле играют очень неплохо. Эти поджимы очень такие душные. Но они не до конца их как-то вот используют сегодня в этом матче. Не знаю, в Форс просто лучше играют. Ты смотришь, размены, выходы. Просто грамотнее исполняются. А ты не видел Энс до этого? Мне кажется, сегодня вообще у многих не идет и не летит. Ну, то, что не летит, то видно, как бы, да. И у Снайпера... Нет вообще сегодня, да. Ну, у Дыха еще хоть что-то. У тебя нердс он есть. Дыха хотя бы в середине рейтинга, скажем так. Минус Снэпи. Как раз Джерри подловил единственный девайс. Там сейчас нужно кому-то идти. Я просто подобрал. Но уже минус 2. Да, второй раз подряд на банане там как-то жестко не получилось. Лисалт наносит ответный удар. Крат сбирает нердса. Обновляет смок перед мейном. И что, нырнул сам этот смок? А зачем? Хотя бы какой-то фраг, правда, информация появляется. Вот на секунду позже сделает синхронность тиммейта. Ладно, тут просто неважно. Знаешь, мишени выбегающие с нужных позиций. Такое ощущение, что форс принимают. Вот они просто сидят такой-то на контуре. Первый пошел, попадают. И просто все попадают. Выигрывают все перестрелки. Так, ну все, все. 2-7. Фух, собрались там. Дыха. Сан-Парис, дай пятюню. Поехали. Давай, парни. Играем 2-1-2. Нердс, ты лучший. Вспомни моменты. Вовремя перетягиваемся там с центра на B. Когда ты убивал. Два авика, может. Там уже хватает на второй. Нет. Ты думаешь, проблема в недостаче АВП? Тут нормально работает схема с двумя авиками. Ты думаешь, что оно нормально работает, но с него тоже нужно попасть и убить. И плюс, ну, форс довольно-таки активно играют и перемещаются по карте. У них раунды такие, типа, похалдили, развели, и тебе надо идти на ретейк. А с АВП это не сказать, что суперудобно. Да, на позиционке ты где-то можешь отстрелить. Какого там Джерри заметил? Под углом я смотрел на монитор и там. Надо посмотреть, я думаю, это еще раз. Ты напоминал его, что здесь был камбэк с 14-1? Мне кажется, это теперь как новая какая-то легенда, которая позволяет, типа, любой счет оправдать на этой карте. Ну, здесь камбэк с 14-1 был. Ну, да, тут можно выиграть сейчас с 13-2, и Энс тебе еще пронесут из-за камбэка до второй половины. 14-1 в теории. Но вот по ощущениям, ну, вообще сегодня что-то не то с Энс. И должны форзы просто додавить здесь с уверенным счетом. Ну, а что будет до второй половины, там уже посмотрим, что умеют форзы сами. Ну, опять же, снайпер попадает, очень уверенно все отыгрывают. Он уже сам просто отступает, он не готов идти стреляться до конца, чувствует неуверенность, наверное. Ну, продавили немного, давай посмотрим, что атака вообще будет делать. Там вообще дыха сидит очень неожиданной такой позицией. И это очень такой интересный пуш от обороны. Так, дым на центр. Походу вообще дыху там кто-то будет проверять сейчас? У меня вот этот самый важный момент, там, рисаут вообще, кто-то, либо Джерри сам будет. Может, одного примет сейчас. Здесь снайпер есть. Дыхе даже не пришлось открываться. Вот он, выход в затылок, инфа пошла. Узор ты. С окна настреляли. Там Сан Пайус уже забирает краду. Два в четыре, может, стоит денег навалом банкуем. Ну, круто сыграл снайпер, конечно, отмечаем Сан Пайуса с его двумя киллами. Да вообще такой раунд интересный, отличный поджимчик такой. Не готовы к такому были фарзы, но, может быть, да, два в четыре сейчас поиграют. Одного забирает шалфей. Минус мат. Два в три. Время 25 секунд. Это единственная проблема, но уже, может быть, и не проблема. Два в два. Вот, ну, смотришь на Зор, ты прям молодой девайс. Смотришь на Нерца, молодой кто? Тёртл. Ну, 0.15, по-моему, на Нубисе закончил. Ну, в клуб рулона, да. Можно сейчас зайти. Тут просто, по-моему, ставят бомбу уже. Хотя может и покрутить. Нет, все, 9 не прочекал. Да ладно! Я уже думал, что если он сейчас попадет в ноу-зум, то это все. Конечное, бросаем девайс и уходим по домам. Ну да, такое уже не выиграть. Это был бы какой-то кошмар для Энс. Ну что же, там что-то активно колит Джерри, общается с командой. Ну, а нам показывают, да, повторы Санпайуса. Ну, уже надо использовать своего очень крутого снайпера, да. Уже призвали его с другого плента, чтобы он отыгрывал коннектор. Но он свою работу сделал. Очень даже мощную в этом раунде. Ну, вот посмотрим, что будет дальше. Так, ну, три уже тоже неплохо, опять же, учитывая этот камбэк со счета 1.14. Переживают. Заслитые раунды. 3-7. Ковер Джидар. Дамы и господа, матчи с быстрыми данными. Вся статистика на вашем экране. Переходите по баннеру. А вот был бы второй айвик, не нужно было там снимать Санпайуса с его точки. Ну, пока, да, пока по экономике просто туда него. Слушай, ну тебе же еще игрок нужен, который стабильно в СВП отыграет. Не просто купить девайс как бы. Ну, думаю, там есть парень, который сможет. Ну, да, тут вопрос. Есть составы, у которых там три снайпера, по сути. И еще там два дополнительно могут легко там настреливать. Ну, по крайней мере, на этот раз там стопнули агрессию. Банан не вышел. Ой-ой-ой, а тут еще и крат, да, очень закрыто. Круто сыграл, дал один минус. Сейчас посмотрим, если он переигрывает полностью. Санпайус вообще беда. Он его прогоняет, да, накидывает молотов. Ну, надо отступать отсюда, да. Здесь уже остается только коннектор, мониторить и надеяться, что из дыма никто не выйдет. Смотри, пытаются угадать. Тройка на А, Санпайус соло уже остается. И сейчас на него просто со всех сторон будет навал. Или все-таки они тоже как-то будут фейковать. Не, он тоже уходит в хилпу сейчас. Ну, нормальное решение. Если соперник идет на А, мы берем раунд, потому что там нас реально много. Но если соперник идет на Б, тогда Санпайус просто убегает. Хотя нету дыма, это дым-музей, а в хилпу еще дым не накинули. Там просто флешка, флешка, так-так-так. Да есть смок, есть смок. Все нормально сейчас закинули. На бум остается стрельнуть как-то. Еще и флешки пошли. Я думал, что я сразу был план уходить. Ну, шалфи отвлекает внимание. Еще по А возможен выход, но бомбы ставятся уже на Б. Можно и поиграть в ретейк 4 в 4. Но позиций для этого нет. Поэтому тут лучше два раза вот сейчас подумать. Там парни, идем, не идем. Может, не идем. Смотри, не попало ВП. Может, стоит закругляться-то? Выглядит, что они все равно там какие-то секунды им не хватит. Ну, пока все быстро идет. Да ладно, вот и дыха. Вот и дыха. Так что, ну, надо пробовать. Зу Арте. О, какой размен Ацанпайус. Шикарный, знаю, одни крат. Все, да ладно. Вот я так переживал за Энс. Да, все нормально, вообще пошли. Но дыха там сотворил какой-то феноменальный момент. Эти два кила сформилки. Возможно, коннектору не стоило выходить на него. То есть просто стоять на приеме, у вас два человека, вы стоите, смотрите коннектор. Вы выходите на дыху, он просто зажимом забревает их всех. Но вот как-то не выглядит он как будто бы доволен тем, что только сейчас раунд команде заработал. Я бы сказал, где-то повезло, где-то тут уже и фор совершили такую ошибку. По сути, я не знаю, вот был ли смысл там Шалфею идти в центр воевать. Нет, конечно, он засветился там, стрянулся, и было достаточно оставаться, пикаться прям вот. Это вообще тот фактор, из-за которого пошел ретейк. Вот этот минус, ситуация 4 в 4, и тут только команда Энс принимает решение, ладно, идем на ретейк. Там еще оставался Санпайус, да, он там пытался за смоками мансоваться еще и кого-то минуснуть. В идеале, там вообще, по-моему, такой таймер был, что ему уже и светиться там не нужно было, потому что бомба уже ставилась. Ну, то есть там 3 на А, бомба ставится, и как бы то, что он показался там, это ничего не дает, потому что инфата все равно появилась, что бомба на Б. Собственно, он мог встать куда-то в нычку и попробовать отрезать хилпу. Ты абсолютно прав. Но он, наверное, на уверенности играл, что игра идет, раунды в бонусах есть. Ты такой выходишь, сейчас я еще на А тут отстрелю кого-то и отобью все желание, в принципе, идти на ретейк. Да такой, знаешь, сейчас четвертый раунд отдали, сейчас войдет камбэк во второй половине, ты вспомнишь этот раунд. Конечно, что это так и работает, но ты же в этот момент, когда выходишь, 20 часов играешь дезматч в день и думаешь, сейчас я дам голову, ты же не думаешь, поэтому сейчас вот меня убьют и все, игра посыпется, собственно, нет, конечно. Ну, уже мы видели Энтри под Джерри, Краду раздамажили, 22 хп, Солд уже в молике. Хотел ответный накинуть, но решил тут, да, еще почекать немного плент. Ну, один мейн, три коннектор, такой план. Здесь Снэп и инерц, в теории можно сейчас, да, эту двойку, если с качественным разменом, вот таким, да, там, что первый вообще никуда не смотрит и второго сразу забрать, то можно легко брать раунд. В храм нет, никто пока, только инерц тут остается. Да, пошла перетяжка, но она уже явно опаздывает. А, тут еще за бомбой нужно вернуться к Краду, но неважно, тиммейты продавили плент, Крад бомбу заберет, а как он пойдет? Через мейн, а там трое в хелпе. Есть дым? Подмолик придется пропрыгивать, там, лицом вперед флент, что если тебя убьют, то бомба выпадет вперед. А, он, все, под флешки, да, под все это легко прошел. Пошли смоки, отрезают, будут выходить, но пока молоток лежит, приходится в обход идти, что это сейв будет, наверное, да? Ну, времени-то не так много, чтобы перегруппироваться здесь полностью. Нерц, если что, 0-10. Ну, мы следим, следим, все нормально, мы ждем. Мы не упускаем из внимания, да? Да, присоединиться к легендарному клубу Рулона. А там большой состав у них уже? Да, там много, там и Сеня есть, в свое время он тоже попадал. А кого там только нет, я не знаю, там многие легенды попадали. Название команды? Ну, это польский игрок был, Рулон, он первый там еще, 1-6. А мы под ней первые ВЦГ выиграем. Рулон гейминг. Но у нас не было 0-15. Вот я понял. Ой. Ну, кстати, это давит, наверное, немного на игрока, потому что он сейчас остался на планете, тут в гордом одиночестве, стоит на дефе один, и у него 0-9, сейчас становится 0-10, и ты думаешь, а что вы мне тут бросили? Так, ну и тут важно форзам, конечно, 8 раундов хорошо, но лучше поднапрячься, вот выйти на 11, там 10, хотя бы 10-5. Ну, это зависит от того, какой у них деф, как они себя в дефе ощущают. Да, если они там понимают, что они сейчас мы сможем. Да тут вообще такая карта, что, знаешь, дефы все равно чуть-чуть сложнее, но, по-моему, это сегодня не остановит форс. Крат уже находит гранатами энтри по меду в мидле, и вновь начинается игра для защиты. Ну, это кошмар, начало раунда, и ты 4-5, уже там тебе надо лезть на соперников, что-то выдумывать, и это, ой, как-то непросто. Санпайус играет на этот раз в соло, сейчас опять к нему приду. Но пока мы видим, да, проход под коннектор, здесь на нердсы идут, на нердсы. Ну что, первый килл нердс. Он еще развернулся. Могли сейчас в затылок его забрать, снэпи, готовиться к аркаде. Там Джерри двух забрал. Нердсфрак сделал, нормально все, 1-11. Это он как раз крада и забрал, но за счет этого ему в спину вышли, забрали его и тиммейта, дыха. Дай ему гранатку, еще молик. Кто тут бежит? Смог, да ладно, Джерри совершил. А, нет, не совершил, ошибка там была, да. У тиммейта просвет в маках, все хорошо, прикрылись, анпайус. Это сейф, наверное, будет. Надо за авиком вернуться. Иллюмный ретейк пошел. Ну, 1-2. Мы тут постелили, потушил, но все, информация появляется. Мне надо за авиком вернуться назад. Авик в руках уже, все. Пока, ребята. Ну, а это девятый важнейший, да, раунд для Форс. И вот, ну, желательно выйти на 11. Там денег-то как бы, ну, на следующий раунд не сильно много. Ну, вот поэтому и сейвится авик, да. Хоть что-то, что может принести антрекилы и, может быть, как-то вытащить раунд. Ну, не знаю, мне кажется, что Форс придет в защиту, и у них и в защите пойдет. Вот, в общем-то, что-то сегодня не так с Энс. Не подсобрались. Надо стрелять лучше чуток. Ну, ты не можешь оценить, что у вас не работает в тактике, если просто не перестреливаешь. Ну, да, мы слышали, опять же, аналитику. Там, да, не самые сильные соперники были у Энс. Как-то, ну, там первый матч вообще, знаете, он такой вот сюрприз для всех. Там никто не палит еще на этот момент тактики. Да, уже вот вы сыграли первые игры, тогда уже можно было посмотреть демку. Ну, опять же, там еще сенсация от китайской команды, которая обыграла Лики. Ведь ты такой, бац, второй матч у тебя там в группе, а тут рейра там. Ну, все, демки просмотрены, минус Инферно. Поехали, пацаны, будем катать. Вот и второй матч так зашел команды Энс. С первым, ну, там просто получилось выиграть. Сан Паймс, хорошая статистика. Да, все неплохо, но только счет пока этого матча. Наверное, его пока еще не читали. 16 нащелкал, да. Красавчик, молодец. В такой ситуации все еще пытается. Ну, есть, да, там второй тиммейт. 1-11. Вроде хороший стрелок, там так круто тащил там до этого. А тут просто нет человека на карте и все. Ну что, Дыха будет играть Аплэнд. Двое мидл пошли там. Сан Паймс вместе с Мэдом пошли поагрессивнее играть центр карты. Возможно, мы увидим сейчас очередной поджим от защиты в коннекторе. Там уже Нерд с фармилкой играет в упоре, накидывает смачок. Да, чуть-чуть выходит, начинает чекать. Мейн под углом просто держит снэпи. Ну, а здесь пока выжигается банан. И с одной и с другой стороны Дыха накидывает смачок. Там надо выиграть немного времени. Да, перестраивается центр карты. Сан Паймс все-таки стал ближе. Дыха? Размер по Дыхе должен быть. Но там 12 хп осталось у Джерри, да. Дыха стабильно очень отыгрывает свою позицию. Он всегда делает минус. Если на него выходит, он всегда ведет в размен. А должен 2. Ну, это знаешь... Ну, если у тебя Нердс играет, то надо и 3. Да, ДК в форме он делает 2. Тут чуть-чуть не долетело. О, да ладно! Как ему не везет! Просто какое-то проклятие для Нердса. День, уже вот они ножки. Что ему не везет? Он только 50 хп сбрил. Я понимаю, там один бы осталось. Я бы тоже сказал, вот не повезло. Что-то не зарегало. Формилка была, он просто не довелся. Там просто с первой, с дыма вылетает хэдшот. Ну, просто жесть какая-то. И Сан Павис такой, ну что мне делать с такой командой, да. Да как я возмущаешься просто, когда схожу на калаши в своей игре. Типа, да как? С первой в голову. Он 20 часов в день делает только то, что стреляет с калашника в голову. А он и с ваккаунтом вспышку увидел, он просто нажал сразу, с первой залетело. И Нердс такой, да как так? Сразу в голову. Ты постоянно, что ли, в КС играешь? Вот так вот. Крат, успокоюсь. Я хочу повтор увидеть, он вообще его видел там, Нердс, или просто так, в ответ. Так, ну 10, да, уже неплохо. Можно побороться за 11. Успомнился 3400, но он по 3500, по 3700. Сан Павис за сейв лайвик даст дроп. Ну и да, надо поработать форзам на последний раунд. Ну и по сути просто как-то вот хорошо, если начнешь. Особенно там вот возьмешь пистолеты, как это сделал Алиэнс. Что я покажу в повторе? Нет, дашь форз. Туда будет все круто. Да нет, там нормально. Там уже было видно, да. У тебя был талисман? Нет. Мой талисман был, это 20 часов в сутки. Там нету талисманов, собственно. Не, не, не. Я помню, у The Nation был талисман. Не привозили с собой на каждый лан какого-то громадного там белку или льва. Я не помню, кто у них там был. Он ходил сзади них, там что-то кричал, заводил. Но им это не помогало. Десять назад? Ну да. Больше. Больше, наверное. Так, друзья, последний раунд здесь. В первой половине, второй карты. Ну и мы ждем, проснется ли команда Энс. О, смотри, П-90 взял Нердс. Ну все, давай, нормальная пушка. Санпайус нашел Энтри. Какой-то вообще 5 мейн готовился в риф, но его уже остановил Санпайус этим килом слепую. И все равно Джерри хочет доиграть этот раунд до конца. Так, пошел на Снэпи. Перестрелял. И пытается еще зажимом. С ножом пойдет махать. Тут Санпайус, вот не Мэд, да, поэтому тут надо... Ой-ой-ой, бегайте отсюда, 15 КП. Нердс принимает. П-90. Тут Зорта остался. Плэнт на руках, поэтому можно еще отыграть раунд минуты 15 на таймере. Тут пропушил Нердс. Так, он чекает Салпей. И все равно по 90 работает. Нормально. 19 КП остается у Нердса. Но это уже 4 в 2 ситуация. Хотя с двумя красными, но смотрим, перевернут или нет. Зорта, Джерри. Тут два уверенных очень игрока остались. Что, может, он сейчас дальше пойдет с П-90, их разберет? Еще, конечно, подобрал он себе пушечку такую бодренькую. Он купил на что хватило, да. Ну и он... Это нормально вообще девайс там. Некоторые вообще уже покупают раши, монстр на оверпассе с П-90. Ну вот тут, конечно, да, тут не хватит, наверное, хпшечки уже. Джерри в таком моменте, у него 30 секунд, знают его позицию. Ну и, скорее всего, это 5-10. Такой счет, знаете, скользкий. Непонятно, что будет во второй половине. Смогут ли Энс сразу же выйти на камбэк. Им желательно, да, выигрывать вот с этого же пистолета. Еще один. Сюда. Задушил. Задушил Нердс в этом раунде. Минус 3 с П-90. Просто вдруг это вот то самое свежее дыхание ты получил. Ну вот последний раунд доигрываешь, сейчас смена сторон. И за атаку, да. И ты просто за атаку начинаешь так месить, тебя просто не остановить. Ну, может быть, сильная сторона здесь, атака на Анубисе, судя по последним всем этим матчам. Ну, и реально тут еще можно оказаться на Десайдере, если у Энс все получится. Но, опять же, тут много вопросов, как будут Форс играть в защите против Энс сегодня конкретно, как пойдет эта вторая половина. Просто не мог свое оружие найти все раунды. Ну, не знаю, у меня какая-то по-прежнему почему-то вот есть ощущение того, что Форс могут защиту тоже уверенно доиграть. Но посмотрим, как будет в реальности. Да мы можем только предполагать на самом деле, что там Форс покажут за Диффенс, опять же, мы... Тут вопрос, да, что будут предлагать Энс сегодня. Да, да, как они атаку будут отыгрывать, получится ли обмануть, выйти, дать минусы. Если полетит, то будут заходить давать Энтри фраги, если нет, то, соответственно, все будет плохо. Ладно, небольшая пауза, две минутки, и мы вернемся со второй половиной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что ж, вторая половина Форс, Энс, 10-5. Отчет рабочий, предсказывать что-либо здесь сложно, потому что мы уже отметили, что как будет устроена атака Энса, тут непонятно. И опять же, все упирается, многое полетит, не полетит, потому что тут довольно много раундов было отдано из-за просто недостатка стрельбы. Там Нердс стоял на Б, на него выходили, душили его очень часто, и ничего с этим поделать не можешь. Посмотрим. Он сыграл там, по сути, только в последнем раунде. Ну там последний и предпоследний, по-моему, он там минус дал в размен своего тиммейта, вышел в агрессию и потом вот с P90 троих накрошил. Да, пока, конечно, больше удовольствия, наверное, мы получили от предыдущего БО-3. Там Астрали, Спирит нормально так рубились, 4 часа даже, может, чуточку больше шел этот матч, очень крутая драка. Три карты, может быть, и здесь получится потом супер драка на третьей, но это если Энс сейчас уберутся, покажут свою игру на своей карте. В принципе, 5-10 неплохой счет, но, опять же, Форс, если выиграют старт, вы понимаете, там буквально еще один оружейный берется и после этих пистолетов, и там уже становится уже неприятным по счету, поэтому шансов Энс тоже немного, и, ну, если они берут пистолеты, тогда вопрос, конечно же, попроще. Раскидка Б, 5-Б, но тут тройка на приеме и есть береты, но береты отлетают. Вот она, ДХ, вышел, уверенный, два минуса дал. Ну и тут уже ставится плен сейчас. Нашивают в дым, чтобы не было желания там крашить, но Зор-то еще жив, крат. Тоже может поиграться, но и ретейк начинается, Зор-то. Спалили, есть хэдшот, ситуация уравнялась, но сам поюс... Ой-ой-ой, два в два. Два в два, и уже на планте есть игрок. Начинает давить. Перестреляли. Банан просто готовит молик, да, на бомбу и говорит, да, свидание, ребята. Ну его перестреляли здесь. А что, по китам? Сгорит. Сгорел. Ну а тут уже понимает, что не успевает. Вот это, конечно, суперграмотный мув, да, посмотри, как классно сыграли. Знали, что в наличии молотов, знали примерно тайминг, дали и все, понимали, что дефьюза не будет. Ну а смоков там, понятное дело, не оставалось на такой момент. Ну тут кто-то на следующую такую пистолетку против фэнс, кто-то дополнительный смочок себе оставит. Да, 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 так и есть. Если будет выход на аплэн, то там уже будет понятно. Здесь дых очень круто сыграл. Хороший. Раз, два. Моментальные два минуса. Попытался тут как-то крат на последних секундах. Не, ну без шансов. Были бы киты, было бы. Может быть попроще. Ну, смотрим нормально. Очень нужный крутой раунд для энс. То, что им сейчас просто необходимо. Это шестой. Главное не отдать. Теперь форст. Джерри на иксэнке вообще будет отыгрывать. Эмка в руках шалфея. Эмпэшка два деглава. Ну, давайте смотреть, что будут предлагать команды. 3Б. Один мидл, один на банан вышел. Это Ресолт. Ну, и пока что под коннектор поджимается снэпи. Смок 10. В общем-то, да, пока что вот тут тоже поджимов по всей карте. Смок полетел в центр. Смок уже там в девятку на А. Но это какой-то больше фыкающий Смок сейчас. Ну, кого-нибудь. Тут может уже, наверное, Ресолт сказать. Так, ребята, у меня Смок там в девять полетел. Но он не видит. Он на банане пока стоит. Может быть, по звуку как-то поняли. И пока так и происходит. Просто четвертый перетягивается. Но тут больше за счет инфы. То, что банан слабо. Никто не появляется. Ну, этот фейк Смок мне не понравился. Так, добавик. Но АМК получше сыграла. Слушай, шел фейк рут и вышел, да, здесь. Отыграл от тиммейта. И вывел команду в бонус. Так, Мэтт. Пойдет с коннектором. Он тут сейчас увидит. Пау, пау, пау. Я уже думал, что не успокоится сейчас с этим зажимом. И все плохо закончится. Сдегла. Прием. Выпадает лэнд. Инфа есть. По Нерцу. Ну что, давай. Минус раз. Минус два. Но третьего не получилось. А мог бы быть такой клатч. Руш. Ну это Гэнс. Беру две пистолетки и проигрываю два форса. Вот так вот. Вот это поворот. Ну Нерцу полетел у него тут хотя бы. Да, конечно, на третьего чуть не хватило. Вроде бы приятнее момент, но по игре очень неприятно. То, что не проиграли сейчас форс. Отвеченный здесь, конечно, выпад от Шалфея вторым номером. Джерри там, да, с дробовиком ближнего бы принимал бы неплохо. Он отвлекал на себя внимание, впитывал урон. В общем-то, сделал все, чтобы как раз Шалфей эти два килла и прописал. Ну и вся там команда, там, Игл, там, все молодцы. Поджим с бананом, все это зарешало. Кавер Джи Джи, матчи с быстрыми данными. Ищите именно там. Куча хорошей и классной статистики тоже вы найдете на кавер Джи Джи. Ну а мы продолжаем, точнее, фортится команда Энс. После этого будет фулл эко. Сейчас их будут принимать здесь, я так понимаю. Под флешку вышли, забрали одного. Ну и можно оттянуться на самом деле, но Крад не готов. Раш коннектора, ситуация два в два. Шалфей. Ой, ну получал здесь. Поторопился, тиммейта не дождался, только-только подходит. Да, ну не попал, ладно, по-первыхому забей, закройте. Здесь тиммейт, ну близко, Нерц теперь берет раунд в ответ. Все-таки не зря зафорсились там. Фух, выдыхает снэпи. Какой же важный раунд. Тайм аут, говорит тренер. Тайм аут. Я пытаюсь вспомнить, какой раунд это по счету, когда отдают б-плент из-за того, что просто отпускают коннектор и бегут аркадить через мейн вход. Ну, то есть сейчас опять же вышел в затылок игрок. Да, там. А кого-то успел принять, но в целом здесь... Не успел, да, занять позицию, потому что накидывал двум тиммейтам гранаты туда на мейн. Да, да, да. Ну из-за этого тут равный размен абсолютно. Но где-то пули там постоянно не хватало форс дополнительной. Ну и, конечно, вот последний эпизод, там, наверное, стоило все-таки попроще доиграть Чалфею. Там, вы же понимали, что у них форс, там, что они могли быть там биты и еще тиммейты. Подождаться, дождаться просто эти его тиммейты и два в два уже отыграть с поставленным плентом. Но решил то, что опять выиграет перестрелку. Мы вспоминаем последний раунд за атаку, по-моему, там, нечто похожее было, когда он пошел пикаться. Он получил там от дробовика и вообще его с пистолета добил в итоге игрок. Да, да, да. Там вообще неприятнейший эпизод. Ну и в ответный форс, да, решили играть, конечно же, форс. Тут двойной, если они сейчас не берут. Да, дальше полный экономический. О, сразу дым взлетает краду, то, что можно сейчас эндс. Ну и так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да, можно забрать уже восьмой и девятый. Там уже будет два раунда между командами. И тут прям очень ярко-классная будет концовка этой второй карты. Может быть, будет и десайдер. Но об этом поговорим уже после Анубиса. Будет он или нет? И 2-0 победа команды форс. Банан за контроль Элиэнс. Все тут спокойно. Сейчас будет отгонять Молотовым. Потушил. Ну все, есть информация. Ну, да, что ли, там кто-то стоит. Ну, конечно, можно всегда... Фейкануть? Да, обманывать, там просто накидывать. Смок, но... Как бы тут уже и защита, по-моему, поняла, что нужно идти на Б. Все начинают перетягиваться. Там пока что Джерри с этой формилочкой. Вот-вот-вот уже в Хилпе есть Шалфей с Диглом. Но Джерри пойдет в коннектор. Тут уже двое. Пытается пристрелять. Есть фраг. Ну, забрал хотя бы Снэпи. Так, Шалфей выбил бомбу. Но опять это 2-3. Надо, чтобы все залетало с Диглов. Нердс. В атаки попадрем. Ничего не залетает. А Нердс как раз-таки включился. У него уже 10 фрагов. Он там, по-моему, двух тиммейтов обогнал. По количеству убийств. Пару раундов, там 2-3 раунда. И он уже будет в плюс выходить. Так, если все будет продолжаться. Ну что ж, вот он и полный экономический для фарзов. Ну и, да, начинается камбэк и Тенз. Тут атака работает. Ну, опять же, очень много зарешал этот ответный форс команды Энз. Если бы мы понимали, они его не брали. Это 12-13. Там уже плюс денежка для фарзов. И очень уверенный счет там был бы 13-6. Торкада пошла. Снэпи. Он Итву получил. Через флэш. Да, тут зажив пошел. И что это? Эйс пытается. У него и так все хорошо было. Но это 28 он уже настопал. Отдай эйс. Отдай эйс. Все, загоняют. Дичь. Нет. Эйса не будет здесь. Хорошо зажал из Калашникова. 28 уже. Сотридцатку перевалит здесь точно. Им уже скучно просто бегать за голым юспиком, чтобы быстрее раунд закончился или что-нибудь. Ну слышали, да, как он уходил. Пошли и загнали. Не, ну конечно, Санпайс нормально топит кнопку. Не первый раз там выключает коннектор. Ну и тут да, тут надо собраться. Сейчас будет десайдер еще. Если так будет все продолжаться. Ну давайте досмотрим уже. Дождемся этот первый оружейный раунд. Когда он будет здесь во второй половине уже. А пауз осталось не так много. Минуты, по-моему, потратили уже все. Еще одна осталась у Форс. Да, ну денежки есть. Надо закупаться. Надо закупаться, защищаться. Ну. Что? Что? Атака пока очень хорошая. Ну слушай, если все продолжится в таком же темпе, то конечно будет. Ну давай смотреть. Первый оружейный без АВП для защиты Форс. Тоже это может где-то зарешать. Но сейчас посмотрим, повлияет ли это как-то. Это трудно тут сказать. Тут, конечно же, тот МК. Защита выбирает себе позиции. Снэп. Пролетел с коннектор. Как-то он и не ждал, что тут кто-то будет. Но в итоге, да, Джерри выиграет эту перестрелку. Сейчас главная машина для убийства будет выходить. Да, и в очередной раз выходит победителем из этой перестрелки. Тут же Смок пошел. Сверху, вот зря Джерри пятился. Он бы, скорее всего, принял бы, выбил бомбу. Тут вообще паника была бы. Ну и крат. Нормально все сделал. Не знаю, где находится Мейден. Он уже пошумел. Ну идет он через дыха коннектор. Он уже там... Пару хороших моментов было у него в первой половине. А что там, спиной? Ну все нормально. Он за колонной стоит. Переселяли первого. Можно чекнуть второго. Хаешка пошла. Но не особо много урона получается нанести. Да, и хэдшот отшел Фея. Ну, наконец-то раунд в копилку Форс. Да, на полном бае. Без АВП смогли забрать раунд. Ну, тут, конечно, круто крат сыграл. Ну, такой боевой до раунд. Там непонятно, что там снэпит. Все-таки чуть-чуть не дочекал себе уголок, когда там залетал. Это дал первый минус. Ну, потом, да. Вот крат неплохо с тиммейтами доиграл раунд. Все хорошо. 12-й берут. 12-9. Ну и смотрим за продолжением. На девайсах чуточку пока выдыхают здесь фарзы. Берут этот оружейный раунд. Но там денег много у оппонентов. Еще одни девайсы. АВП у Санпайуса. Четыре калаша. Ну, и крату добрал калаш там, мэнки. Ух, Джерри уже получил. Ну, что смертельного отошел. Кстати, их дыха там вшивается. Он Павис, КВП играет. И мидл идет. Сплит на амп. Скорее всего, нам идет. Спалил все это дело Шалфей. Очень хочется дать хаешку туда. Да, под флешку выход попытается его убить. Не успел Мейден навестись. Там уже улетала текстурка. Ой, видел в прыжке то, что уже кто-то вышел на плен. Да, закрывается смоком. Тиммейт закрывает банан. Сейчас придет на помощь. Но это очень неприятная ситуация. То, что у вас тут кто-то под девяткой гуляет. При этом там бомба еще в такой позиции. Ну, ладно. Разменяли Мейдена. Центр. Тоже размен. Три в три. Пока что-то ситуация. Ууу, Джерри что-то полез. Да, вот из смока. Но не засветил. И хороший момент для Энс. Сейчас большинство есть. Но, возможно, Ресолт. Сейчас играет на банане. Да, он играет. Реально делает минус. Тиммейт ему говорит, там уже двое пробегают. Ну, в общем-то, все вроде бы понимают. Там нет только понимания по Краду. Но его, наверное, тут уже ожидают. Хотя, посмотрите. Классно. Крад сейчас убирает Нерца. Да ладно, не убирает. Как? Как это произошло? Ну и один факс. Слушай, он включился. Максимально включился Нерц. О, еще и смех пошел. Да, не хватало его как раз на первой половине. Потому что не летело ничего. Перестреливали по всем фронтам. И сейчас уже 12 фрагов. Это был решающий эпизод. Да, да. Вот кто кого убьет в этой дуэли, да, остаются 2 в 1. И казалось, там игрок Форс понимает все прекрасно. Хорошо, Нерц все-таки попал. Как-то прописал, прочувствовал тоже этот эпизод. Важный, очень важный минус делал. Уже повеселее, да, Мэдден вместе с Нерцом. Ну и понимают, что еще чуть-чуть. Они уже выйдут практически на равный счет. Еще один экономический от Форс. Ну посмотрим, что у них там еще за раунды есть. Там 2 ВП присутствуют. Это интересно. Нерц. Готов пикаться здесь. Или есть какие-то другие свои варианты. Крат будет еще проще. Мэдден перестрелял Шалфея. Ну, по ХП немножко потеряли, но... Тут уже, да, еще чуть-чуть уже атака может выходить на Б. Единственное, что бомбу надо будет забрать. Она там ближе к респауну пока находится. Пошел коннектор. Пошел мейн. Удивить как-то в спину. А уже крата там удивляют спину. Растащили здесь. Несколько крат еще один хэдшот даст. Нет, не получается. Спалили. Давит Джерри. Минус раз, минус два. Снэпи тут раздал просто. Я что бы выхватил пистолет. Говорит, давайте. По одному. Ну, и потихонечку идет, да, камбэк на своей карте. Вот, опять же, тут мы вспоминаем первую половину, когда мы говорили, что важно, важно, доиграй. Там важно уже выйти на эти один из раундов хотя бы, потому что, как бы, мы уже видели камбэк из 14-1. И нам показывали тут и сообщение, да, на экране, что-то был такой камбэк. Поэтому, как бы, все к этому готовились. Ну, и вот сейчас посмотрим. Так, второй нормальный шанс для Форс. Вот, остановить эти атаки. Просто вот надо взять раунд. Ну, сейчас два подряд им просто нужно, чтобы было все чуть-чуть по уверенному. Таешечка на дыху. На 38 прилетело. Ну, а Энс надо еще один, да, выбить деньги. И уже выходить вперед ребята смогут на следующем экономическом раунде Форс. Ну, в общем-то, очень важный оружейный. И смотрим, что планирует вообще Энс. Пока что, да, контроль медла, контроль там мейна. Там Нерс чуть понаглее играет вроде бы. Хотя тоже закрыто. Пошел уже дым на Аплент. Начало банана. Все-таки уходит с банана Ресолт. Ну, откинул смок. Вот сейчас посмотрим дыха и снэпи. Тут Джерри забирает Нерса. Может быть, Мэтт разменяет. Ну, должен, да. Вышел, добил все-таки. Там еще крат может выйти в ответ. Но там прилетел Молотов сразу же в дым. И приходит второй на Б. Это Шалфей. Ну, Зорта делает важнейший минус. Забирает Мэда с ОВП. Ну, вот, конечно, Алик сейчас. Это первый раз, да, его купили? По-моему, да. Ну, за диффенс точно 100%. Перестреляли дыху. Не получается у него выйти победителем из этой дуэли. Ну, и что, на Б смещение? Да, через коннектор заходит, там, чуть ли не на пустую точку. Там только крат. Он поджал мейн, а он вообще налево смотреть будет? Крат. О, здрасте. Вы что, мужики? Ну, его забрал? Можно было и не вообще дергаться вообще. Именно. Просто уйти. А тут уже понял, снэпи, да, как нужно... Ой, какую он в наглую. И что, под хелпу пойдет? Если там не на топает игрок, или куда он? Да просто пойдет встречать коннектор. Если сделать минус там, нет, не получается. Ну, вот иногда такие агрессивные маневры, они стоят тебе раунда, а частенько могут и игры стоить. Ну, ты сделал минус плента. У тебя два или три тиммейта стягиваются к тебе на хелпу. Ну, да. Так он вроде и хотел так делать, потому что у него был момент, когда он мог двух в линии, он не стал стрелять. Он так наверняка дождался тогда один минус. Я подумал, ну, тут железно сейчас делает минус, уходит. Потом начинает перестреливаться. Ну, как бы, все равно там снэпи чуть-чуть не доиграл, чтобы там остаться один на один, но все равно, да, лишние нервы не нужны, лишняя экономика выбивается. Ладно бы вы были просто в шоколаде, у всех по 16 тысяч, и девайсы вообще не проблема. Зачем их раздавать просто так? Ну, с другой стороны, там тоже поменял позицию, классно сыграл. Хорошо посмотрел налево. Там, конечно, очень смешной эпизод случился. Вовремя глянул, да. Ну и кавер-дюджи, друзья, по-прежнему матчем с быстрыми данными. Куча хорошей статистики вы найдете. Именно там, что быстро двух запускают на точку, и получается дотентри, но сразу размен обстрада, но второго он не установил, и атака на путье очень быстро оказалась. Не знаю, есть смысл засейвить. Есть очень большой смысл сейчас засейвить фарзан. Но бомба еще не поставилась, подожди. Тайм есть поджать, получится еще какой-то минус сделать. Разборка будет авиков. Тут ждут Зорта. А, ну и Сол делает минусы. Ну все, сам пауз дождался, ворвался. Татплент, ну и Шалфей 1-2. Не так уж и плохо, где авиков знает. Но вот Дедыха, непонятно было, и Дыха берет этот раунд вместе с тиммейтом. Ну что ж, ничего не засейвили. Минус экономика. Ну и вот уже, да, еще чуть-чуть. И уже вперед вырвутся Энс на своей карте. Ну и мы все ближе и ближе к Десайдеру, друзья. Да, раунды летят. 13-12. Ну да, сейчас стоит делать слив. 13-13, дальше уже отыгрывать. Ну, максимально ровная игра на Анубисе. Раунд в раунд просто. Что, сейчас аркада будет? Любите ли они поражать Б? Крат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прилетело просто на 83. 83. Там уже Дыха, по-моему, в соло сейчас выйдет на Аплент. Скажет, ребята, я тут на точку вышел. Давайте вы все ко мне вообще забейте на это Б. Тут защита тоже, понял? Все, снайпи. Снайпи. Ну, разобрали. Слушай, девайс можно получить. Правда, контроль Энвп здесь не попадает. Он с бомбой, ему надо убежать по-любому на атом. На всякий случай. Ну и, в принципе, все под контролем, Энс. Выходите в смоук. Готов с калаша принимать здесь. Зажим пошел. Минус два. Где это было на первой половине? Ну, вот как-то да. Вот так с пистолетикой переключился хэдшот. 13-13. Ну, да, еще вот чуть-чуть. И уже можно врываться вперед. Ну, берешь один, получаешь два. Поэтому там, может быть, даже и форсится будет. Форс. Если сейчас не возьмут. Или пытаться сейвить сразу же, если что-то пойдет не так. Но, в общем-то, шикарное завершение второй карты. Непонятно все-таки, кто победит. Сейчас есть вариант, что и форс там протащит эти раунды за защиту. Ну, с другой стороны, конечно, Энс пока выглядит в шикарном своих атаках. И что-то быстрое на Б. Да, там коннектор очень быстро поджимается с Снеппи. Два тиммейта его прикрывают. Молотов в мейн. Раскидка с мейна Б. Снеппи идет на клейк. Забрал одного минус крат. Зорто принимает. Джерри тоже перестрелял. Ну, и Зорто забрали с фармилки. Все-таки догрызли его. Но ситуация у нас триф-трип. КП все не очень хорошо у Энс. Не пили живой Снеппи. Хлпа летит. Да, бомбу выбили. Она здесь. Вот она еще раз увидел Джерри. И поэтому, да, он стягивает всю команду к себе на точку. Потому что дым полетел в мейн, судя по всему. Да, там под Мэда. ХАЕшка залетает сюда. Еще и минус. Сэнки не дают забрать этот раунд. 14-13. Выходят вперед. Экономика там есть. Бай будет. Там. Но при этом не так много. Тут девайсов потеряла защита. Хорошая ХАЕшка. Это он вообще минус тут дал. Взорвал одного. И сейчас справа выйдет еще и минуснет. Коннектор. Круто, круто сыграл тут Шалфей. Вообще жестко развалил. По сути два раунда до победы. Берешь этот. Там даже вообще проблема будет с закупкой на последний у Энс. Просто берешь этот раунд. И все очень круто. Просто шикарно будет для команды Форс. Но с другой стороны. Ну та же задача для Энс. Берешь этот раунд и там нет денег. Да. Да. Но там тогда. Да, есть вариант номер тайм. Но задача все равно. Задача выиграть этот раунд. И у Энс, и у Форс. Так. Играл в центре Шалфею. Отошел вторым на А. Тройка на Б. Остается до конца. Дают мидл. Там смог закончился. Что не буду делать. Гранату там получил. Да. Там смог еще один Шалфей получил. А, нет, у него оставался. Там еще Ресолт. Два Смака на Б, да, остаются. Гоняют коннектор. Но пока защита ничего не слышит. И все это время фонится, что им проходит мидл. Ну, как бы туда вроде поглядывает. Да, Шалфей с точки. Снайпе. За обмен любезностями. Чтобы коннектор оставался неприкасаем. Ну, сейчас будет типичный мув. Да, пойдет банан, возможно. Как-то будет... Или нет, сразу после Смака развернуться. Пошел нашив в Смук. Что, пойдет на банан сейчас? Ресолт? Да, Ресолт пошел на банан. Шалфей остается за колонной. Обновляют дым. Еще один. В 33 секунды залетает последний дым опорника в точке А. Ну, и надо под него выходить. Придется выходить в дым. Уже начинается перетяжка. Ресолт. Ну, вроде крутая позиция. Но он не понял, его нашивали. Ну, хорошо, Шалфей ответил. Очень агрессивно стоит. Может быть, забить. Но он хочет их на Смака ловить. В итоге Крадо забрали. Зорта в размене. Бомба возвращается на Б. Бомба на Б бежит. Да-да-да. Джерри тоже возвращается сейчас. Сейчас Зорта с Ави. Попадает. Лэнд попадает. Надо ставить. 7 секунд на таймер. Его могут просто давить, идти в размен. Если его успеют убить, его устроят убить. Теперь можно просто на таймер сыграть. Так и происходит. 15-й раунд в копилку Форс. Ну, атаки остается... Там вот Дыха выжил, да? Калаш. И у них по 2000 у всех. Денег нет. Денег на нормальные баи нет. Сейчас только отыгрывать от какого-то минуса. Забирать девайсы и играть с ними. Ну, жестко тут вот как раз опорники там. И дымы круто использовали до конца. Кучу времени затянули. И смогли остановить там этот выход. Ну, и Хлпа очень круто помогла. Зорта отлично сыграл. Ну, и матч-поинты. Матч-поинты появляются у Форс. Ну, что? А, там еще Дыха унес АВП каким-то образом, да. Четыре тэка. Ну, видимо, в конце раунда нам это не показали. Ну, играть это ВП сейчас. Пытаться сделать минус. Так и было. Пытался открыть аплэнд. Ничего не вышло. Ресолту сразу это не понравилось. Он слышал АВП. Накинул молотов. Оставил дым возле колонны. На всякий случай, если что, там тиммейт. Активно стоит очень. Готов принимать вплотную. На шиф пошел еще. Кто-то пойдет в размен? Да, но не забрали его. Он дым свой тоже не подрался. Есть минус АВП. Занимает флэнд. За шиф с эмки. Ну, и ситуация 2 в 3. Печальная для атаки, как мне кажется. Но АВП выравнивает ситуацию. На шиф еще в смолк начинается. 1 на 1. В итоге снейпит стэк. Подбирает АВП Джерри. Побеждает команда Форс. Ситуация 1 на 1. Там успел сделать этот минус. Не дать поиграть Снэпи. И это 2-0. Это первое место в группе Д для Форзов. Ну, как-то вот свою карту начали играть Энс. Ну, и тоже не доиграли эту концовку. Чуточку им не хватило. Но выглядели они сегодня немножечко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова